Приветствую вас, друзья! У нас в гостях политический, политтехнолог Фищенко Дмитрий, который как раз вот на редкость проводит оказывается 50-тысячные опросы, что редкость для нашей страны, и поэтому послушайте очень внимательно, что он будет говорить, потому что мне самому стало интересно некоторые высказывания, потому что это открывает, возможно, нам глаза на будущее Зеленского, на будущее наших олигархов и на будущее взаимоотношения с Россией, поэтому с этих трех аспектов мы зайдем, прежде всего. Здравствуйте! Добрый день! Ну, наверное, что не всегда я делаю 50-тысячники, мне перед президентской компанией везло делать 50-тысячников, два, поэтому мы оказались в той ситуации, когда мы знали все, и нам было очень весело, что вокруг никто не знает ничего. 50 тысяч людей под опросом, этот дорогой опрос, обычно кто его заказывает? Эти опросы заказывали люди, которые собирались играться в президентскую компанию, потому что на самом деле есть такое бытует мнение, что вот каждый, допустим, в компании президентской участвует 20 человек, и каждый имеет, соответственно, одну двадцатую шанса стать президентом. Вот это не так. На самом деле, шансы стать президентом есть у одного, у трех, у остальных есть стопроцентные шансы проиграть. А скажите, а сколько стоит такой опрос? Ну, это около 300 тысяч долларов. 300 тысяч долларов. То есть, дорогой опрос и могут себе позволить очень много. Да, да. Но если человек собирается играть в президенты, то он должен себе это позволить, иначе он потратит огромные деньги. Поймите, что это... Какие выводы вы делаете с этих 50 тысяч? Ну, вообще с любых опросов делаются перед выборами для того, чтобы определить, есть ли достаточно электоральное поле у данного кандидата, то есть в идеальных условиях. Это неправда, что вот надо, можно собрать все голоса. Вот есть человек с идеей. Этой идеей, его взгляды пользуются определенным количеством поддержки. И он больше никогда не соберет. Я, когда объясняю эту вещь, я показываю, смотрите, вот айфон у меня, вот полностью заряженный аккумулятор айфона все равно слабее, чем полностью разряженный аккумулятор камаза. И надо знать это поле. Хватает поля? Не хватает поля. И честно говорить клиенту, вот все, нет шанса, лучше не пробуйте. Либо есть люди, которые вкладывают деньги для того, чтобы занять третье место, допустим. На этих выборах очень довольно легко было с прошлых президентских занять третье место. Что вы, как политехнолог, видите с нашими олигархами? Что ждет нас с олигархатом? Наш олигархат умрет насильственной смертью, потому что так решил дядя Сэм, условно говоря. А что здесь вот он решил? Ну, у нас есть там, конечно, там сейчас страдающий Коломойский, страдающий немножко Ахметов. Страдающий Фирташ, страдающий Медведчук. Видите, сколько у нас страдающих. Как они их могут снять с телевидения, например? А с телевидения снимать их не надо. Смотрите, закрыли три канала Медведчука. Куда делась их аудитория? Никто даже не шевельнулся. Никто не шевельнулся. Почему? Во-первых, телеканалы в том виде, который они есть, они прожили определенный цикл. И они уже плохо никак не влияют на граждан. Вот такой формат, как Медведчуковские каналы, как наш, как прямой, все. Такие новостейные каналы. Их пик был в пятнадцатом году. Тогда Аганопольский выступал на двенадцатом. Все его смотрели. Это такой стилизация под YouTube. И все бросились такие каналы делать. Вот сейчас из них все поубежали. Вот те, которые смотрели Медведчуковские каналы, это не значит, что они перешли на другой аналогичный канал. Они просто смотрят художественные фильмы и все. Этот формат уже стал, ну, как бы, неинтересен. То есть, в население не залазит. Политика толком. Во-первых, население думает свое, а политики им втюхивают свое. Еще есть у телевидения такое плохое качество. Это кнопка, которую можно выключить. И каждый выбирает себе телевидение, которое ему нравится. То есть, пропагандировать среди уже распропагандированных бессмысленно. Каналы Медведчука смотрели граждане, которые были пророссийски настроены. Их не становилось больше. Их с годом от года становилось все меньше и меньше. То есть, можно сказать, что Зеленский все-таки станет могильщиком всех олигархов. Он станет могильщиком олигархов, потому что, ну, у нас что произошло? Как бы во всем мире за время, за эти 30 лет существования Украины, украинского политикума, там три раза поменялись политические поколения. А у нас нет. Это не значит, что пришли новые, вот говорят, новые лица там, не новые, молодые, старые. Это не играет никакого значения. Это именно отношение к старым политическим элитам. Это можно, условно говоря, вот сейчас взять... Или к старым политическим идеям. Идеям, и элитам отношения в элитах. Давайте сейчас, условно говоря, возьмем тот же АПО-блок и наберем туда молодых парней, девушек 25 лет, там минус. От этого это не будет новая политическая сила. Это будет новый призыв всего лишь. Да смешно будет просто немного. Может оказаться, что... Они, кстати, это и делают. Они молодых водят, но рейтинг не растет. Ну что, оно тут не будет расти. Это смешно, это как в армии новый призыв. Новый призыв в армию, это не значит, что армия становится боеспособной. Ничего подобного в этом не происходит. Поэтому... А слуги народа? Молодые. Слуги народа... Их голосовали и за Зеленскую, и за слуг народа. Не за то, что они молодые. Из-за того, что они были внесистемные. Другие. Другие. Мало того. И на них накладывалось... Тоже исследование показывало. Очень интересная вещь. Желание, чтобы кто-то похоронил старую политическую элиту, превалировало над другими требования кандидату. Его профессионализму, его там опыту, его умение договариваться. В чем-то даже жуткие цифры. Допустим, на вопрос, что вы будете делать, если на ваших очах будут вбивать депутата чиновника, 25% сказали, что они приедаются до экзекуции, а еще 25% сказали, что они поддерживают, но сами руки не будут марать в крови, будут фотографировать. А 45% сказали, что без решения суду вбивать депутатов не можно. То есть, они не имели другого способа. Вот они выбирали, на самом деле, выбирали палача для старой политической элиты. Кто мог быть палачом? Порошенко нет. Он просто обилетил всю старую политическую элиту, которая была. Тимошенко тоже смешная ситуация. Бойко тем более. Вот и все. Поэтому у них не было полей, а у Зеленского, там был такой образ, мы рисовали, что по признакам получалось, что любой кандидат, который будет умеренно патриотичный, но не националистичный, набирает в первом туре 36, около 36% голоса. Он набрал, по-моему, 31 или 33, я не помню. А любой политик из старого поколения, они имеют на своих полях, больше 16 и хоть 30 не набирает. И во втором туре, с кем бы он ни выходил, он должен был набирать порядка 70-75. Это не значит, что голосовали за Зеленского. Это не значит, что все насмотрелись в фильме «Слуга народа». Это значит, что все видели в этом единственный способ, как избавиться от старой политической элиты. Поэтому они и загнали туда после этого всю его партию с монобольшинством, которые проходили только из-за того, что они имели ярлык от Зеленского. Сейчас будут происходить другие процессы. А как вот, вам зададут вопрос, а как сбить Зеленского теперь? Зеленского, во-первых, хоть какая-то альтернатива должна появиться. Альтернативы же нет. Нет. Никто даже не попытался сделать, создать альтернативу Зеленскому. Первое. Второе. Сейчас будет происходить другое. Вот важный вопрос. А какая альтернатива Зеленской? Зеленский будет идти и сунуть в Европу, уничтожать олигархов, дружить с Америкой, сильно противиться России. До тех пор, пока он будет это делать и пока это будет актуально, он не потопляет. То есть, должны появиться другие актуальные идеи у населения? Должны проснуться темы. Вот у нас, в принципе, нам, Зеленского, к власти привела война. Мы воспринимали Россию все время до 2013 года как очень дружественное государство. Очень дружеский народ. И у нас было чрезмерное братание, я бы так сказал, по социологии. Никто не думал, что оно когда-то сломается. А здесь уже, когда, снова же я посылаюсь на исследования, те, которые были тогда перед президентскими выборами, 52 процента, и это в большинстве, большинство их на юге и на востоке сказали, что события в Донбассе и в Крыму – это предательство братского народа. Путин в своей агрессии обидел русскоязычных граждан, на самом деле, Украины. Он заставил их чувствовать себя украинцами. Мало того, посмотрите, на каком языке говорят Добробат, на русском языке. Это вопрос. Еще очень интересная вещь. Перед самым конфликтом, это еще был апрель месяц, мы успели сделать на территориях, которые остались с той стороны, в двух округах исследования, там готовили под Верховный совет. И там очень интересная закономерность была. Когда с той стороны опрашивали на округах, вот ваша мечта какая. Вот там мечта основная, это пролетарская, чтобы был завод, 100 тысяч работающих, утром пришли, вечером ушли, пиво выпили два раза в месяц, зарплату получили. А когда, специально уже имея эту информацию, попытались делать опросы среди Добробатов, среди тех, кто воюет, а тут чистый мелкий капитализм, прийти після цього зробити собі автомайстерню, или прийти сделать отель з барышнями, бордель, што угодно, но своє. И вот эта вот стычка, которая есть, это на самом деле, с той стороны осталось место доминирующей популяции пролетариат. А с этой стороны, хоть, вплоть до полулегального, но личного бизнеса. И вот это то основное противоречие, которое есть, и оно будет вырастать. Получается, сейчас в Украине очень много мелкобуржуазного сообщества. Например, у нас вся страна мелкобуржуазная, почему мы из-за этого выживаем? Посмотрите официальные данные. Снова же, люблю опросы. Поставил людей на улице, они опрашивали людей на улице с просьбой назвать зарплату. Какая ваша зарплата? Простой вопрос. Из десяти человек только двое были в состоянии назвать зарплату, все остальные не понимали, что это такое. Потому что зарплата в номинале, это не то, что интересует наших граждан. Интересует заработанный день. Доход. Они еще вдобавок, нам очень много, насколько там не говорили, что зарабетчаны, ой, бедные зарабетчаны, зарабетчаны привезли особенно на западную Украину стандарты жизни. То есть получается такая альтернатива. Если основная масса населения все-таки мелкобуржуазная и хочет личный доход, то по большому счету им надо и альтернативу подобную давать. Да, да. Личного дохода, роста личного дохода. Роста личного дохода. Уменьшение государства. Который меньше, да. Почему у нас не проходят сейчас проекты социал-демократические и прочее? Народ не верит, что государство ему что-то даст. И он не хочет ничего от государства. Он за 30 лет научился верить в своих руках, вот что он заработал, то и его. А у меня тогда шкурный вопрос. У меня партия не поднимается. Либертарианская, которая финансовый рай. Основа же. А спросите, кто знает у нас в стране, сколько людей процент знает, что такое либертарианство. Это понятно, что они знают. И сколько людей знают. Условно говоря, это надо взять территорию и покрутить ее газеты, там, прочие вещи, чтобы люди почитали, поговорили. То есть разбудить. Взять, условно говоря, взять, с моей точки зрения технологической, взять территорию экспериментальную, покрутить, посмотреть, что будет, сделать выводы и выходить на всю страну. То есть, потому что, в принципе, у нас... Фокус территории. Да, как мы пробовали партию национального эгоизма. Это очень близкая вещь, что вот с идеей, что краще любить себя, не ж ненавидеть соседа. Да, да, да. С идеей, что... Хорошо, хорошо. Это тоже туда же. И давали статьи по истории, и либертарианство, и давали по буржуазному анархизму. Это уже очень интересно. С большим... Это вот у нас, в принципе, и вообще, что произошло, из-за чего колбасит весь мир. Весь мир меняется очень сильно. Сто лет, сто лет было мировое глобальное противостояние Запад-Советский Союз, Америка-Россия. Вот при Брежневе, я человек, который уже сформировался-то, при Брежневе и так далее. Тогда была первая страна Америка, вторая страна Советский Союз. Это было основное противоречие. Основное противоречие было между социализмом в разных формах и капитализмом. Сейчас нет этого противоречия. Сейчас вы не продадите социал-демократические идеи и социалистические идеи. Вы не продадите. Потому что опыт показывает, что страны, которые декларируют такой дикий капитализм, там рабочие живут лучше, чем те, которые декларируют социализм. И это уже прошло. И сейчас уже по-другому поломалась эта система. Эта система теперь между индивидуалистической Америкой и коллективистским Китаем. Вот почему Трамп зашел. Потому что он был яркий. Вот молодое поколение, как называют, яркий штрих. Почему все его сторонники носят там рога какие-то все, чтобы отличаться. То есть индивидуализм прет с них. И они выставляют против Кит. Стоят главные противоречия Америка-Китай. Это технологическая империя и сбытовая империя. Европа где-то под ними. Россия упала в осадок на своем 12-14 месте. Бензоколонка с бомбами на безракет. Из-за этого происходит полностью. Почему вы сказали безракет? Потому что ракеты у них не летают. А бомбы еще остались. Скажите. Сейчас Россию никто не боится? Ее боятся как дикую собаку. Когда у меня там по улице идет какой-то там пьяный в усмирь сосед. И бахает по забору. Еще всех цепляет. Вопрос, что до тех пор, пока уже не достал, никто связываться не будет. Вот здесь происходит то же самое. Возьмите сразу же про ракеты. У них ударные лодки типа Борей. Которые, кстати, закладывались, их часть при Советском Союзе. Насколько я знаю, что они обречены утонуть. Они не могут глубоко. Они до сих пор не приняты на вооружение. Их все время там гоняют туда-сюда. Но их на каждой из них стоит. То есть Россия это миф такой военный? Это болезненная память о балом величии. О балом величии Советского Союза. То есть, да, Советский Союз был второй державой. В нем было много, огромное количество танков, ракеты, которые летали. Ракеты тогда летали. А сейчас я знаю, что по официальной версии базовая ракета Булава из 10 запусков, только 4 более-менее штатных, 2 взрыва на месте. Но извиняюсь, в каждой подводной лодке 16 таких ракет. Значит, если она их запустит, она как минимум в 3 раза взорвется. Ну, там много есть вещей таких. Просто это больше, вот как это так. То есть, нам России не надо бояться. Тут же нагнетается еще внутриполитическое напряжение. В том плане, вот Путин, Путин вот-вот, там брятся это оружием. Во-первых, Путин браться это оружием. Путин испугался, что на него будет произведена атака. Давайте реально говорить. И этим испугал весь мир. Все думают, кому он нужен, а войска он начал выстраивать в оборонительном порядке, а не в наступательном. У него там 80 тысяч своих. 250 километров. Да, 300 и 150. 80 тысяч только своих и 30 тысяч с Луганска, Донецка. Такими силами они наступают. А у него больше нет боеспособных подразделений. Быстро стянул со всех сторон, со всей России стянули. Нашли 80 тысяч. Это что, супердержава? Реально поверил и сам себя отравил тем, что на него будут кто-то нападать, кто сейчас так воюет. Да, да, да. Он поверил, а этим испугал весь мир. Поэтому Байден успокаивал, никому-то не нужно на тебя нападать. Мы даже не пошлем своих эсминцев, если надо, мы с другой стороны бомбанем. Так они и бомбят санкциями, продолжая. А санкции они будут удушать. И потом, видно, включат ротационную машину. Что значит ротационная машина? Ротационная машина, что какой-нибудь Шойгу пристрелит Путина. Потом какой-нибудь Медведев пристрелит Шойгу. Потом какой-нибудь Кадыров перестреляет весь Кремль. Потом какой-нибудь Патрушев разгонит Кадырова. А потом окажется, что в этот момент уже остатки ядерного оружия, ключи потеряны и так далее. Это красиво звучит, но маловероятно. А давайте посмотрим, кто мог думать, что Россия так сильно ослабнет и что ее так будет пежать. Я в 2015 году написал, что так и будет. У меня с данными, с цифрами все есть. И почему? Я сейчас буду... Так по ВВП видно, что ничего нет. По ВВП, да, и по всем остальным позициям. То есть Россия могла преспокойно себе жить, поживать и жреть со своими олигархами. То есть нам надо ожидать, что они уберутся с Крыма в том числе? Да, но их оттуда уберут. Уберут, да. Из-за чего... И закроют эту базу. Из-за чего Путин вот эти войска в Краснодарский край собрал. Потому что он уверен, у него очень одна уязвимая вещь. Его можно отрезать там по Волге и создать марионеточную Новороссию. Вот это в... А русские, по-моему, не способны бастовать так. Нет, ну туда может кого-то там... Американцы же не такие. Они вредные ребята. Какие? Они же информированные, вредные ребята. Насколько я знаю, на наших депутатах, у них на данный момент есть около 180 папочек. Сади любого. Угу. Ведь все вот эти заседания... То есть машина их работает по сбору данных на каждого. Да, вот это пятничное мероприятие. Это же по документам ФБР. Я извиняюсь, это в плюс или в минус Украине. Но они же не знают заранее, что... А что значит по документам ФБР пятничное мероприятие? Ну вот по пятницам РНБО. Вот эти санкции, вот эти данные. Они по четвергам делают. Нет. Ну сейчас это в четверг. Потому что в пятницу они освещают. Да, это вот они сейчас это вот... Вот они делают РНБО заседания, это материалы. Это не нашего производства. Ага. Поэтому они такие глубокие. А Данилин это просто человек, которому дали озвучивать. Ну Данилин сам человек из прошлого, из разведки. Ага. Видно. Я не знал, что он там губернатором был. Он потом был губернатором. Он был в нашей Украине. Это вот все. Но он выходец из разведки. Угу. Это вот видно, имеют профессиональные связи. Мне казалось, что он связан как-то с Гайдуцким был. Он мог быть связан с кем угодно. Он выходец из разведки. Да, понятно. Круговый. Поэтому очень профессионально все это подает, выдает. Все посмотрели, почитали. Потому что наши бы не додумались. Допустим, самое болезненное для партии, выходцев из партии региона, это газовые санкции. Потому что обнистарождение, это их было кормовое поле. Все деньги у всех там. Ну, это мы знаем. Они взяли теперь и просто аннулировали всем лицензии. А народ же все это воспринимает на вау. Давайте говорить реально. Все действия Зеленского через РНБО не имеют законных оснований. Но они имеют основания поддержки большей частью наследия. Да, и финансовые последствия сумасшедшие. То есть, и никто даже не пытается особо бракаться. Не бракаться. Потому что, насколько я знаю, собрал президент, когда его фракция там еще пыталась, когда Дубинского гоняли. Дубинский же думал, что сейчас его возьмут, поддержат. Он что-то будет кого-то откалывать. Их всех собрали, объяснили. Что у нас теперь в этом году 30-летний юбилей Украины. У нас будет 30 круглых столов. И 30 недель будет 30 репрессий. Вы хотите, чтобы с вами с каждым окременно поговорили. И вы так понимаете, что нужно голосовать. И все. Остался один Дубинский. Никто его не поддержал. Несмотря на то, что сколько бы они любили Коломойского, а своя шея... А куда тогда они тянут Украину? Ну, мы сейчас стали... Мы, вот судя по всему, архитектура мира будет такая. Вот не будет тесно. Это разные культуры, разные цивилизации. Разный уровень допустимого толерантности, условно говоря. Там супертолерантная Европа, которая уже от этого страдает. И Америка. Почему Британия именно сейчас вышла из ЕС? Есть новая конфигурация, определяется. Это Штаты с Канадой, Британией и младоевропейцы. Прибалты, поляки. Мы, в том числе, румыны, венгры. Вот это будет такой... А северные народы это отдельно. Дания, Швеция. Что-то они в последнее время тоже под Америку побежали очень быстро. Ну, потому что они ментально близки с север. И они больше... Им их тянет... То есть, те, кто более индивидуалистичны. И тех, кому не очень нравится вот эта ситуация с... Бельгии. Вот они между собой будут разговаривать. Италия. Они будут разговаривать о ценностях, о справедливости. Просто у нас народ не может понять, что справедливость и равенство – это противоположная вещь. Теометрально противоположная вещь. И сюда, проамериканские, здесь будет больше равенства. А там, где Старая Европа, больше будет справедливости. С квотами. Сколько должно быть женщин, сколько должно быть мужчин, сколько там еще кого должно быть в каждом этом кадре фильма и так далее. И второе деление будет индивидуалисты против коллективистов. И тогда Россия попадает там в тень Китая и все. И все. И что с Россией? Путин досидит до чего-то. До чего он уже не досидит? У него же снова... Я так понимаю, что все его друзья им дико недовольны. Кооператива из кооператива «Озеро» или как. Они, чекисты, вышли за деньгами. А вместо этого... И жить хотят. Да, и хотят красиво жить. А им обрезали. Внутри России сиди. Поехать можно разве что на север Сибири. И посмотреть на красивые пейзажи. Это вот никуда не выйдешь. И еще вдобавок, оказывается, их призвали не обогащаться. А строить новую империю она не получается с таким ВВП. И наши олигархи. Получается, что осень уже не переживут. Я думаю, что осень не переживут. Они вместо 6-7 олигархов, или сколько их у нас, у нас будет 300 бизнесменов. Вот и все. То есть, это такая же ситуация, как в Америке в свое время произошло. Гахнули верхушку. И образовалось очень много миллионеров. У нас оно так и будет. И это, насколько я и понимаю, и знаю, это одно из условий Америки. То есть, в Америке с Зеленским разговаривать легко. У него нет горнообогатительных комбинатов, банков и прочего. А ему в кайф. Он по натуре режиссер, который хочет получить Оскар. А режиссеры, которые хотят получить Оскар, они всегда жестокие в каком-то плане еще. Поверьте, все они, вот эти олигархи, когда-то не давали ему праздновать Новый год, а платили и приглашали, чтобы он их развлекал на кооперативы. Ох, паяцы, которые пришли к власти, они злопамятны. И подшибают бестолковки так, что мало места было. То есть, ради аплодисментов он их всех... Ради аплодисментов, ради истории, так классно. Ну, то есть, как бы, как он легко... Вот сколько было проблем встретиться там с кем-то за рубежом у прошлых президентов. Он, а, туда в Турцию полетел, а вот вам Макрон, а тут Меркель позвонила, а тут еще туда, и тут они все время его принимают. Он для них свой, потому что они все полусистемно, они все несистемно пришли. Он для них понятен, а для американцев классный парень, который согласен делать грязную работу, но красиво. И держит хорошо электоральное предпочтение. Конечно, и ему верят, потому что, я же говорю, что после Порошенко не понимает, в чем он создал себе проблему. Он взял и всех обилетил. А вы как думаете, войдет сейчас Порошенко в пул олигархов, которых надо зачистить? У Порошенко есть, мало того, мне все время все говорят, как вы тут. Это, насколько я понимаю, даже личное предпочтение, чтобы его зачислили Байдена. И плюс Зеленский тоже хочет. Да, в чем возникает ситуация? Вот Порошенко, кажется, что он пытался помочь в свое время Байдену и всем остальным, что к нему будет хорошо относиться. Наоборот, мы, давайте реально говорить, мы для них никто. Мы не доросли до того, чтобы вмешиваться в американскую политику. С правильной стороны, с неправильной стороны. Он туда вмешивался. А Зеленский не вмешался. Вот он дергал Трамп все время. А он, ну, ну, там, да нет, вы там, ну, вы сами разбирайтесь. И это ему зачлось. Это дело его договоропригодным показало. Потому что они как угодно могут друг на друга ненавидеть. Но если кто-то помогает им ненавидеть своего же американца, они с ним жестко разбираются. Наш, в конце концов, он наш. Да, это же, они, их на этом держатся. Они впервые, у нас, как в парламенте монобольшинство, в мире сейчас моногегемония. Потому что еще Китай не дотягивает до Америки. И она пока единственная, какое-то определенное количество лет, она будет единственным гегемоном в мире. Но у нас проблема возникает в таком случае. Если мы идем такой политикой, у нас совершенно не обсуждается снижение налогов. У нас не обсуждается вопрос уменьшения государственного пара под полком. И получается, что в этом плане нищета будет нарастать среди населения. Количество обсуждения снижения налогов начнется, станет проблемой и будет обсуждаться с того момента, когда оплата налогов станет обязательной. Обязательной. На самом деле, наша страна живет вне этого поля. Ну, так я же говорю, что к этому все идет. Потому что появляются реестры, появляется финмониторинг, появляется откуда ты взял деньги и так далее. И поэтому где-то в очень обозримом будущем политически это станет вопросом, на которое... Майстримом, да? Да. Потому что сейчас пока необязательность расхолаживает. И эта необязательность дала возможность выжить Украине. Все знают, что, допустим, там зарплата идет в черную. Особенно интересно смотреть, допустим, на Западную Украину, я там часто бываю, в этой курортной зоне Франковской области и так далее. Там вот говорят, что у нас, вы знаете, великие проблемы. Мы не можем найти собе работников. Они все поехали, хорошие работники. И я интересовался, зарплата повара начинается там с тысячи долларов, тысяча плюс. То есть формирование зарплат на Западной Украине в частном секторе происходит зарплата в Польше в минус 10-15%. Они своими зарпетчанствами поднимают зарплату на самом деле. Они создают дефицит. У нас же, в принципе, большой дефицит рабочих профессий. Да, уезжают в Европу. Мало того, что уезжают. Бетонщики, стекольщики. Более-менее вменяемый сварщик, зарплата, от тысячи долларов начинается. Фрезеровщик от полутора тысяч. Его не найти. То есть как бы нас еще не поняли таких вещей, потому что у нас скоро люди начнут осваивать рабочие профессии. Потому что мечта, то, что декларировалось в Советском Союзе при социализме, стала при диком капитализме реальностью. Потому что квалифицированные рабочие становятся в хозяинном положении. Он без хлеба не окажется никогда. Но у них возникнет проблема, если их начнут выводить в официальную оплату. 19,5% отстегни. Да. А работодатель 22% тоже государственного налога. Вот поэтому тогда начнется основная борьба за снижение государственных налогов. Это следующий ход. Это будет видно по осени, насколько глубоко разгонит всю компанию Зеленский. Это будет влиять на то, что станет в следующем повестке дня. И насколько будет решена проблема с Россией. Вы говорите, что никто не взрастил, не взращивает и даже не ставит задачу альтернативу Зеленского. А это необходимо. Конечно. Чтобы он не застаивался. И для того, чтобы, в принципе, преемственность политических поколений должна быть. Получается, сейчас мы видим, согласно вашим словам, что политическое будущее имеет как раз тех, кто будет бороться за вот это мелкобуржуазное общество. Мелкобуржуазное, за права индивидуалиста, условно говоря. Буржуазного индивидуалиста. За правила игры, которые... Разумный эгоизм. Да. Потому что сейчас Украина выживала за счет необязательности правил игры. Можно все время подгорать рукой, головой, ногой. Перевопрос, а кто откуда... Тогда было все понятно. Партию финансирует олигархат свою, пусть даже коммунистическую, какая разница, но она ему дает голоса и преимущество в парламенте. А кто будет финансировать подобное движение? Во-первых, в политике становится меньше денег, и это ощутимо. Да. Я еще помню... Кстати, политологи, политтехнологи первые под нож идут, судя по всему. Хорошие технологи никогда, всегда будут спросить. Как хорошие хирурги. Ну, они же единичные. Ну, это другое... Единичное все будет. Да. А массово. У нас же вообще массово, кого не плюнь, политтехнолог. Ну, в свое время были юристы, экономисты, банкиров было столько на плотину. А сейчас инвестиционные банкиры. Поэтому, как бы, смотрите, еще я помню, у Черновецкого вторая его компания, мэрская компания, у него была смета 75 миллионов долларов. Ого. Много. Я не буду называть Кучманский президентский. А Зеленского компания обошлась, что такое, 12-13 миллионов. Это уже деньги подъемные. Сейчас, в принципе, партия общенациональная по уму сделана. Там называют всякие суммы. Это у меня там спросили. А можете вы провести партию в парламент, если будет кошторис 150 миллионов долларов? Я говорю, нет, за такие большие гроши я не проведу. Я же их не разкраду. Цю кількість. Мне же нужно будет что-то на них делать, и ничего не выйдет. А сейчас вменяемый прайс партии уже упал до 25 миллионов. То есть, условно говоря, правильно найденным полем общенациональной партии, то есть три прошедших парламент партии стоят, как одна в свое время компания Черновецкого в Киеве. Но просто вы говорите, что технологи должны научиться прогнозировать и научиться в исследовании смотреть. Смотреть, что будет есть рыба в пруду. Почему, получается, в таком случае? У американцев выборы растут в цене просто невероятно. Вот эта последняя компания обошлась американскому обществу в миллиард совокупно. У Кучны два обошлась больше, чем в миллиард. Как он мог столько потратить? Не он по разным подразделениям. Это вопрос в другом. Они покупают электораты? Снова же вопрос. Я всегда говорю, когда мне доводится читать лекции, что самое неэффективное – это платить деньги избирателю. Да. Если бы все эти деньги вложить, то, что заплачено, в агитацию и разумное позиционирование, результат будет лучше. Всегда будет лучше. Это тоже у нас бизнес на бизнесе. У нас целый бизнес покупать электорат. На самом деле его никто особо не покупает. Переваривают эти деньги, они запускаются там. Допустим, если я на округе работаю, у меня покупка примерно один в десяти. Мне в десять раз дешевле уничтожить покупку, чем им купить. То есть, это соотношение не… Сориентированно, с кого вы увидите, кто может появиться? Фамилии, может, какие-то. Фамилии нет пока. Кто будет играть? Никто даже не пытался. Будет зависеть от того, сколько… Смотрите. Может, один Зеленский останется, и будет у нас монопартия, монобольшинство. У нас, во-первых, снова же надо мерить. Во-первых, сама партия Зеленского, она пока не идеологическая. Это фан-клуб Зеленского. Они должны вообще раскладываться. Вполне возможно, что на следующей итерации будет, грубо говоря, две партии, которые поддерживают Зеленского. 20% и на этом остановится. Не думая, что оно будет уменьшаться. Ну, до 15% может быть, как я говорю, коллаборантский электорат. В любой стране 15-20% всегда выступает за агрессора. Что во Франции в свое время? Это не играет от страны. Вот у нас стабилизировалось где-то в этих пределах. Значит, у них будет своя партия. Обязательно. Потом партия будет по разлому. Снова же мы выборы Зеленского. Это референдум на тему, какую нацию мы строим. Политическую или этническую. У нас всегда будут националисты. У нас сейчас просто вытоптал Порошенко всех националистов. Он карикатурный националистов. Он вытоптал всех их электоратов. Но вы сказали, что проголосовали фактически 70% за политическую нацию. Но у нас еще никто не додумался сформулировать, что есть украинская политическая нация. Ну, это первый вопрос формулировок. Партия, которая стоит на этих позициях, условно говоря. Есть такое поле. Рано или поздно кто-то оттуда Порошенко... А вот это вы не разделяете городской, сельский электорат? У нас не разделяется? Нет, он не разделяется. Это попытка, как все время, попытка создать целянскую партию, которая все время берет свои меньше процентов. Она и не может сделать, потому что село, что бывает... Они важны. Это тема, они главные. У нас как получается? Вот условно, грубо. Вот задают вопрос. Что вы не любите? Вы не любите, когда вас кусают комары? Не люблю. А когда вас бьют током? Не люблю. А когда вас стреляют? Не люблю. И получается, что укус комара и выстрел в человека примерно равноценен. Из этого делаются выводы. Но я немножко из другого делаю вывод. Когда в городе голосуют люди, они все равно выбирают ментально. Потому что до Омельченко, Кучма, это все были выходцы из села. То есть их ментально все равно выбирали. А сейчас уже не выбирают в городе. Сейчас еще у нас... Пошли городские руководители. Еще что у нас будет. У нас обречены, они не хотят просто... Притом мы разрабатывали, они читали. Должна быть партия, условно говоря, местного самоуправления, которая отстаивает интересы местного самоуправления. Но это не партия мэров. Я всем мэром объяснял, что вы должны сделать так. У вас у каждого есть своя партия местная. У нас пока партии разделились. Очень интересно. Допустим, в каждой области есть местная партия, как правило. И есть политическая партия. Они по-другому голосуют. Практически везде. Но мэры не могут договориться. Я с многими говорю. Я говорю, вы давайте смотрите. У вас там есть пропозиция, есть удар, который стал местной киевской партией. Есть доверять делам в Одессе. Есть там это... Но это в совокупности можно назвать городская партия? Она не может быть городской. Это местного самоуправления. Это проблемы и города, и села там одинаковые. Я говорю, вы соберитесь и сделайте одну общую, как называемый, авианосец. Куда вы декларативно будете делегировать своих людей? Говорит, мы своей партии местной не отдадим. А вот в Верховном Совете, смотрите, молодые, чисто из разных регионов, и вы это продадите. Они говорят, да, очень классная идея, мы очень хотим. Но давайте мы сделаем на основе, и каждый в зависимости моей партии сделаем авианосец. И все рушится. Рано или поздно они, наверное, все-таки придут к пониманию того, что им надо это делать. Видите, сколько полей мы насчитали. И плюс так, ага, наведут порядок, всем станут интересные налоги. Там усилиться, поверят в то, что государство может взять на себя функции социальной защиты. Сразу социал-демократия в какой-то форме пойдет. Сейчас просто не верят. Сейчас нельзя продать здесь социал-демократический проект. Зачем? Люди привыкли, они отделены, как у нас люди отделились от государства. Государство, я за него могу умереть, я государство люблю, но я на него не надеюсь. Это как моя старенькая бабушка. Зеленский потянет на второй срок? Все идет к этому? Все идет к этому, но нет альтернативы. Для того, чтобы он не потянул на второй срок, надо, во-первых, чтобы кто-то появился. Старых не хотят. Чтобы он появился, вы сами сказали, миллионов 25. Ну и что? Вбухает. Вбухивает, знаете, сколько? Какую-то личность. Да. Снова же, что есть показательно, я внимательно смотрел, фонд Разумкова делал очередное исследование, небольшое, 2000-ник. Они президентские ставили рейтинг. Разумков, Дима, он в обычном линеечке получает 2,5%. Но зато, когда его ставят во второй тур, он почти с результатом Зеленского побеждает у всех старых, кроме Зеленского. Это получается бунт поколений. Это значит, уже эти настолько устарели, что их бьет любой. Я думаю, поставить какой-нибудь Шмагаля, которого никто не знает, он бы их тоже вышиб. Но они не могут в это поверить сами. А можете обрисовать образ этого человека, который мог бы вставиться и выиграть Зеленского? И выиграть Зеленского? Ну, во-первых... Он должен быть городской. Он должен быть городской. Он должен быть... Он должен... Откуда? Наверное, все-таки... Это центральная Украина. Русскоговорящая Украина? Это двуязык. Он эту тему должен забросить, условно говоря, забыть вообще. Вот как Зеленский. Чем он взял? И западную Украину взял? Он взял и начал говорить на украинском языке. Дуже швидко навчився. И все. И окажут в Арктической области, кажут, а нам молодая влада теперь подобается. То есть, он не лезет в эти турне-вопросы. Ему, соответственно, за то, что он гоняет олигархов, и за то, что он не сдается Путин, ему прощают все. А по старым у них у всех есть скелеты в шкафу. Как был сдан Крым? Снова же, чтобы не нарываться, а покрив есть, посмотрим. Скоро мы узнаем, что сел самолет президентский, тогда его президента, вместе с Пашинским, загрузили в бельбеки ящики с чем-то и улетел. И приказа стрелять не было. Извиняюсь, я не знаю, так оно было или нет, но покрив такой существует. Расследовать надо. И действительно никто не стрелял. И Порошенко, который с перепугу подписал Минские соглашения, которые... Это же капитуляция. В реале это капитуляция подписана. Он испугался Путина сильно. Он испугался. Ну так чего же надо говорить, что это достижение такое. Мы выхаркиваем теперь этот испуг Порошенковский. Теперь он главный патриот-националист. Если им поясни, какие дурные... Он уже доделался. Он уже снабжал, то есть на вооружение ставил в нашем флоте речные катера Гюрза и Кентавр. Потому что их выпускал его завод. А это проект, который не пошел в Туркменистане, по-моему, для Мударьи они делали, а те забраковали. Они по этому проекту нашлепали. Все сейнеры, все корпуса сейнеров, которые лежали на Лен Кузне, все на всем что-то сделали за государственный счет, флоту отдали. Ну и самый главный вопрос, вы считаете, Украина политически сейчас хорошо развивается? И перспективы у нас больше, чем... Она начала политически развиваться. А с Зеленским? Ну, в общем, да. Там было такое. Менялись... Одни и те же менялись все время. А с Зеленским, ну... Они как тормоза действовали. У нас этот Путин построил государство Украины, на самом деле. Путин подтолкнул государство Украины к построению политической нации. А то все время рассказывали анекдоты про антисемитов-украинцев. Они взяли и выбрали этическое еврея президента. Это же тоже показатель, именно, что дозрели до политической нации. Потому что, представьте, что бы было, если бы Украина с пелстрым населением начала строить этническое. Теперь получается, что политическая нация расчистила дорогу строить благополучие на территории Украины? Ну, в принципе, да. Строить капитализм. А до этого у нас же такой, как это, подпольный капитализм. То есть, настоящий, хороший, европейский какой-то степень? Уже теперь, скорее всего, американский. С высоте именно. Ну, американцы, видите, европейцы давят с этим НДСом. Американцы больше свободы. Так вот, более у нас будет американское. Это все разговоры пока еще не вкурили, что не обязательно поступать в ЕС. Вот нам открыто. Я когда-то изучал это, что, почему хотят в ЕС. Чтобы были открытые границы свободной езды. А американская система построения общества больше подходит, больше нравится. И Трамп был самым любимым политиком. Вот Трамп показал, ну, то есть, как бы, что может быть такой, ну, какой-то жесткий, артистичный. То есть, нам все равно нужен какой-то атаман, который будет. Направление хотя бы пока. Конечно. Нам надо, по крайней мере, нам нужен пока еще тот, кто будет следить, чтобы мы не соскочили, не начали все сами у себя воровать. Ну, это же умеет. Да. То есть, мы из территории превратились в государство, можно сказать, по вашим словам, благодаря Путину. Да, конечно. Никто столько не сделал для единства украинцев. Конечно. Все к нас превратили настоящих. То есть, они заставили думать. Во-первых, люди захотели стать украинцами. Во-вторых, одни почувствовали, что их обидели. И начинают думать как-то так. Ну, как это? Мы же взяли, обидели, забрали, сказали, что так и надо. Ну, как это? Вот. Поэтому. Спасибо. Надежды есть. Спасибо. У нас был Дмитрий Фищенко. Я думаю, что вы внимательно слушали. И сразу мне понравилось сказание. Больше веры появляется в наше государство и в нашу перспективу. Спасибо. 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 Привет, Амар. Субтитры подогнал «Симон»!